Мобильность, умение быстро сориентироваться и принять единственное правильное решение в экстренной ситуации. Фельдшеры. Профессия как смысл жизни. Режим работы 24 часа 7 дней в неделю. Не откажут и если им позвонят в личную дверь. Многие из нас, чего греха таить, в случае чего зовут на помощь специалистов скорой помощи, а не бегут в поликлинику. Ведь это будет быстрее. А скорость зависит от автомобиля. Новые машины без преувеличения можно назвать по старинке. Уважительно. Каретами скорой помощи. Требовать скорости от старого изношенного автомобиля по меньшей мере самонадеянно. А фельдшеры спешат всегда. Новые ласточки не подведут, говорит коллега Евгения Константин Александрович. Знает, о чем говорит. Работает водителем скорой без малого 10 лет. Ну, конечно, если новый автомобиль, скорость быстрее, сигнализация более уже усовершенствована. Если вызов очень сложный, включаешь сигнализацию и уже чувствуешь себя более что... Ну, стараешься, конечно, правила не нарушать, как бы, да, что вот. Бывают такие моменты, что, ну, придерживайся, пропускаешь, кто тебя не пропускает. И проезжаешь уже на вызов, уже знаешь, что ты поспеешь. Массовая замена автомобиля в регионе началась еще в 2006-м. После продолжительная пауза. При этом срок эксплуатации 5 лет. По закону весь Курганский автопарк нужно было списывать. Кое-какие подвижки начались лишь в 2013-м. Врачи с облегчением вздохнули. А когда на днях глава региона Вадим Шумков вручил им ключи еще от 18 новых авто, радости не было предела. 11 отправятся в районное ЦРБ, 7 останутся в Кургане. Очень рад, что все машины, мало того, что самые автомобили отечественные, да, оснастка и внутренние оборудования тоже полностью российское производство. Меня, конечно, как гражданин России, это не может не радовать. Это огромный труд в наших коллегах других регионов, где производится такое оборудование. Я рад, что жителям Российской Федерации медицинская помощь будет оказаться на качественных автомобилях, оснащенных качественным производителем Российской Федерации. Машины великолепны, меня это очень порадовало. Современные и укомплектованные по последнему слову техники. Под рукой у фельдшеров оборудование, которое придает уверенности в самой сложной ситуации. Электрокардиограф, аппарат ингаляционного наркоза, искусственная вентиляция легких. Оказание помощи на самом высоком уровне уже с начала транспортировки пациента. Все автомобили оснащены системой ГЛОНАСС. Диспетчер знает, где находится бригада. Умело перенаправляет вызовы. Ведь бригады практически не заезжают на станцию. В часы пик окончания рабочего дня и до полуночи на пульт поступает до 60 звонков одновременно. Раньше были проблемы, когда поставлялись автомобили, оборудование. Мы должны были искать, комплектовать и делать. Мы укомплектовали все автомобили. Эту программу мы выполнили. А сейчас, когда новые автомобили у нас, это замечательно. Это в том плане, что 100% укомплектовано. И когда больной будет помещаться не в старый автомобиль, у которого проблемы и с обогревом, и там с двигателем, еще с чем-то, а в новый комфортный автомобиль, где есть, во-первых, кондиционер для лета, печка хорошая для зимы. То есть комфортным условием попадает с этой точки, вот начинается оказание помощи больным. Мечта, которая осуществилась. В прошлом году списали 10 машин, в этом еще 9. Последняя поставка полностью обновила наш автопарк. С гордостью говорит главврач Курганской БСМП. Отметим новые машины, поставленные в Курганскую область в рамках программы по поддержке отечественных автопроизводителей. С 2016 по 2018 годы автопарк скоро пополнился 37 новыми автомобилями. В планах приобретения еще 46 машин. Одновременно с этим будет вестись ремонт лечебных учреждений и работа по повышению зарплаты медработникам. Алексей Старцев, Александр Киселев. Информационное агентство Курганру.